Всем привет, друзья! Добро пожаловать в мою комнату. Можете, конечно же, проходить. И сегодня я покажу вам свой сетап, свою комнату. 2022 год у нас. Много чего обновилось с предыдущего рум-тура, так сказать. Поэтому сегодня я вам все детальненько покажу. Это будет все снято на чиле, более так живо, общение с вами, порекомендую, что покажу и так далее. Поэтому погнали и начинаем! Здесь у меня шкаф, здесь у меня шмот и, конечно же, мои большие трусы, как парашюты, но уже нет. Как видите, я схуднул. Минус 60 килограмм с 8 июня. Можете поздравить, те, кому было интересно. Ну, а вот здесь, а вот здесь у нас бардак, так сказать. Здесь у меня все, что у меня до съемок, зарядки. Здесь я заряжаю все аккумуляторы, вот эту прочую дичь. Здесь у меня дофигища, друзья, коробок, коробки всего, что я напокупал. Я их оставляю, чтобы потом перепродать, конечно же, хорошо и больше подзаработать, и больше потом денег будет, чтобы купить новые штуки на обзор. Все-таки я покупаю за свой счет. Барахло. Барахло в основном. И, конечно же, самое главное, телепузики, в которых даже есть женские стринги. Но не об этом, слушайте. Это вы видели на стриме Айтипедии, это вы все знаете. Поэтому сиди тут и наслаждайся дальше. Там очень много SSD-шников всяких, Holy Land, Vapenation, да, я немного гейстом занимаюсь. Коробка отзыва 1, там PlayStation VR и много других коробок, всяких вещей, которые вы уже, скорее всего, видели в роликах. Но есть интересные вещи. Например, вот этот объектив YoungGnow 51.8 для Sony и маунта полнокадровый. На него ждите обзор, он тоже довольно-таки скоро будет. А это пылесос. А вот здесь, друзья, так, а ну, ты сам не говори, это страшно. Так вот, это, друзья, раритет. Я купил Xperia за 4 таблет, потом его подчинил, поменял аккумулятор и прочее. И эта штука, она реально работает и даже прошита. И если вам интересно, могу сделать ретро-обзорчик на 4 таблет в 2022 году уже, не первом. Но вот это, друзья, мой самый, наверное, интересный апгрейд в моей комнате. Это картина, точнее, Photolight. Чуваки делают на заказ вот такие штуковины. Там у нас такой пластмассовый короб, в котором находится, естественно, подсветка. И вокруг уже ваш рисунок, который вы им отправите. Они печатают, обволакивают вот этот короб. И получается вот такая светящаяся картина. Photolight. Я купил умную розетку к Xiaomi, потому что эта штука включается не по кнопке, а в вставлению и выниманию из розетки. И я просто беру, нажимаю на телефон и вот так, оп, и могу выключить. Оп, и включил. Просто двумя нажатиями кнопки. Прикольно, красиво. И тем более, конечно же, это моя работа. Потому что, ну, хочется вешать и свои работы. Ну, в своей, по крайней мере, комнате. Поэтому вот такая у нас красивая, прекрасная модель здесь. И прикольная такая штуковинная идея для ваших комнат. Итак, друзья. Самое интересное, конечно же, мой стол. Основной сетап. То, где я работаю, живу, дочу. Ну, это так, между нами. Да и вообще живу. Это моя комната. Я здесь родился. Я, ну, родился не буквально в комнате, а в роддоме, наверное. Много чего интересного. Не сильно много чего поменялось с предыдущего рум-тура. Основная концепция та же. Но я сделал все поаккуратнее. Во-первых, у меня теперь мониторы не стоят на столе. Я их, конечно же, повесил. На столе у меня новая клавиатура Razer Pro Type Ultra. На которой я уже делаю обзор. Новая мышка. Это Logitech G Pro Super Light. И, в принципе, я ее обновил, потому что продал старую за 5000. На эту накинул еще 2000. И купил. Неплохой такой дешевый апгрейд вышел. МДР-З7 наушники, как вы видите. Там уже живого ничего не осталось. Ну, лет-то за 7. Но они все так же работают. Все так же прекрасны, как и ранее. У нас здесь Sound Blaster AE9. Аудиокарта, на которой есть обзор. И, как вы видите, все, что я обозреваю, я этим всем лично пользуюсь. И оно все находится здесь. Ну, кроме старых вещей, которые я уже продал и обновился. Посмотрим. Вот здесь вот эта полка. Она довольно-таки интересна. Она интересна даже, знаете, чем? Не тем, что находится на ней. Здесь больше интересно, что находится в ней. Интересно именно то, что в полке. Потому что полку я раскручил максимально. Во-первых, я вырезал заднюю панельку. Это полка из Икеи за 5000 рублей. Не жалко. И, следовательно, там есть между вот этими задвижными полками пространство. И туда, по бокам этой полки, я приклеил удлинители. И, следовательно, все питание идет. Короче, и провода внутрь этой полки. И втыкаются там вот эти удлинители. Конечно, когда-то это все взорвется и сгорит одновременно. Безопасность, типа. Какая безопасность, господи? В принципе, это помогло избавиться от многих проводов за столом. И просто спрятать все в эту полку. Включая вещи и прочие штуки, которые есть. Ну, такой маленький стапчик. Да и, к тому же, я поменял расположение микрофона. Если раньше он у меня вешался вот здесь. Здесь даже видно дырка. То теперь я его присобачил к этой полке. Поэтому эта полка у нас теперь еще и держит микрофон. Поэтому полка из Икеи за 5000, топ за свои деньги, скажу. Расскажу коротко о том, что здесь находится. Здесь у нас жесткий диск на 10 терабайт. Где все мои съемки за, наверное, 10 лет. Поэтому, ну, можно побросать. Кастомный тот самый геймпад, про который был последний ролик. Все так же работает. Все так же не отваливается. Краска не слазит. Поэтому у меня придирок нет в качестве вот этих все штуки. Что я не уточнил тогда в ролике. Что вот, когда у вас лепестки, вот эта ваша подставка оригинальная. Ну, она уже бесполезна будет. Но самое интересное здесь это роутер, который я недавно обновил со своего паука Asus AC5300. Обновил на новой EX88U, что ли, не помню. Ловит дальше. Работает отлично. Wi-Fi 6 дает. И, в принципе, ну, выглядит прикольно. Золотыми оттеночками. Вопросов придирок нет никаких. Я взял его на вид за 16 тысяч рублей. Почти идеально новый. Поэтому хорошо. Ну и рост тест, конечно. Если очень хотите обзор, а я на роутер не хочу делать обзор, это что-то совсем технически невозможно, сложное, тогда уже 2000 лайков. Поняли? Продолжим быстро про то, что у нас на столе. Конечно, колонка все та же Sony SRS X9. Офигенно придирок нет. Она у меня 7 лет, и я бы такую снова купил бы аналогов, пока я не нашел. Идеально ставится под монитор. И, конечно же, картридер для карточек CFexpress Type A от Sony, потому что других пока нету. И картридер такой стоит 15 тысяч рублей, просто чтобы воткнуть в вашу карточку и все перекопировать. Найс! SSD-шник на 2 терабайта. 860 Pro Samsung. Это для нового Atomos Ninja V Plus, который я купил. Но он уехал по гарантии, потому что попался брак, и теперь я со суппиську не могу вам ничего снять. Поэтому только вот такие прямые лайв-видосики. Какую вебку я использую? Я вебку не использую. Я использую целую камеру, это Sony ZV-1, которая прикольная, классная камера для влогов. Обзор есть на канале, смотрим, ссылка в описании. И, конечно же, ну, для вебки оверкил, конечно, я понимаю, но удобно. Если что, в любой момент снимаю, беру с собой и снимаю какие-то вложечки. Кам появляется в губах. Кам. Это я черно-белым, знаешь, такие вставки сделаю, как блогеры делают. Будет вообще смешно. Жоба. Аудиотехника 2020, USB-версия. Я сравнивал с XLR-версией. Разница нихрена. Конечно, там сейчас супер музыкальный гений. Такие, нужно такой силок, нужно, бля, так добыть звучать. Достаточно просто. Вот этот блок для PlayStation VR. То есть, в любой момент я втыкаю VR сюда, вот в эту штуку. Сижу такой, блин, весело, бля, битсы, беру всякие. Но, на самом деле, я жду PlayStation VR 2, который уже анонсировали. Будет примерно через годик. Это будет ёпка. Ну и другая, более интерьерная обновочка. Я решил распечатать еще две свои работы и повесить их на стену. Следовательно, у нас здесь та же самая модель, что и там. И здесь тоже та же самая модель, что и там. Вы скажете, Клим, ты, походу, на нее дрочишь. Нет, просто так получается, что когда я с ней работаю, у меня получается с ней мои самые любимые работы. Да и тем более, тут был больше выбор работ, которые больше пойдут по тонам, из которых можно сделать черно-белый, такой яркий, который, ну, подойдет больше. Поэтому, в принципе, прикольненько. Распечатал рамки из Икеи по 500-600 рублей. Но потом можно на более металлические, крутые заменить. И будет тоже красиво. Денег-то нет. Как вы думаете? Еще подойти деньги оператору заплатить, будет заебись. Ладно, шучу из Женев, не парься. Ссылка в описании на донат. Ссылка в описании на донат оператору, чтобы он тоже смог купить поесть. Я-то сегодня не ем. Думаете, 60 килограмм просто так ушли? Денег нет, надо пожрать. Ну что, друзья, вы так умеете? Я да. Но не об этом. Слушайте, я забыл сказать, что на столе у меня еще новый Xperia Pro i. Ролик про него будет. И будет полноценное сравнение с iPhone 13 Pro Max, которым мы будем снова снимать с Олегом Никитином. Этого ожидайте. Что за коврик? Что за аниме, ониме? Лаляхи. Ну, господи, друзья, ну кто не может любить анимешку? Ну, ладно, это я просто ебанутый немного. Но с Алика косарь, вопросов нет, пофиг. Сойдет. Ну и последнее мое железное счастье здесь, это подоконник. На нем находится все так же мой Razer Blade Pro 2017, в котором я уже поменял третий аккумулятор, который тоже приехал и сломался. Охуенно. Люблю. Как же ты много ломаешься, мой любимый. Да, он еще стоял на балконе, год майнил. Окупай себя, сука, кредит еще 40 тысяч платить. Три года прошло, спасибо. Кусок говна под названием HP. Самый ебищный принтер, что вы можете купить, это кусок дерьмища, никогда не покупайте. Сколько я дал? 13 тысяч, 14 тысяч, это хуйня повезет, если она начнет печатать. Ты нажимаешь печатать, нихуя не происходит. У тебя отключился роутер, ты должен все заново переподключать эту хуйню. Эта хуйня иногда не печатает, иногда бумагу не жрет, иногда она вообще выебывается, иногда хочется ее просто пнуть и выкинуть нахуй этот кусок говна из окна. То есть, ну и PlayStation 5. Моя любимая девочка-сосочка. Ну, я же, Соня, еб, как я могу не любить PS5? Вопросов нет. Играю все в PS4 игры, багов у меня. Ну, наверное, один случился за всю покупку PS5 какой-то. Ну, стандартный, обычный мелочный. Я установил туда уже 1 терабайт SSD M.2. Ролик есть на канале, можете посмотреть. И также я планирую в будущем сделать апгрейды. Например, купить более пиздатый кулер на Алике продают. Поменять цвет логотипчика, панельки и прочее. Поэтому апгрейды и ролики про PS5, и апгрейды какие-то визуальные и так далее, тоже будут и дофига. Но пока я всем максимально доволен. У меня придирок 0, и это просто кайф. Вот такие дела. Ну и последнее, это, конечно же, мой компьютер, друзья. Здесь мало чего поменялось. i9-7960X, 16 ядер, 4-5 ГГц на все ядра, жидкие металлы, хуй-ю-ю-ю. Ну, все как и было. Это можете найти все на канале. Все ролики про этот комп, их обосраться как много. Ну и я апгрейднул еще, поставил еще одну карту захвата Elgato 4K60 Pro, чтобы подключать ZV-1 к ней, и чтобы не было задержек, как, например, с камлинком. Расскажу вам очень интересную историю, друзья. Я когда для вас делаю обзор на Xperia 1 Mark III, 8K разрешении, чтобы вы все посмотрели, порадовались, сделал его 4 месяца. Никто из вас почти не посмотрел, просмотры там в жопе. Поэтому посмотрите, если хотите, 8K разрешение, ссылка в описании. Но вопрос не об этом. Чтобы доделать этот обзор, мне не хватало оперативки. 96 гигов, 6 плашек по 16 гигов. Оставалось 2 слота. И туда я решил докупить Goodram, на которой я уже делал обзор. ARDM Pro на 3600 МГц, 100 МГц, 17, 19, 19 и так далее. И, следовательно, я их туда вставил вместе с G-Skill'ами, и все работает отличнейше. То есть не синих экранов, память друг с другом работает отлично, все загрузки, никакой проблемы за полгода. Поэтому эту оперативку я смело могу рекомендовать. Многие люди после обзора тоже писали, купили год, сидят, все отлично, взявлено. Рам за свои деньги топ. Goodram, но он же good, пацаны, че вы? Поэтому стою сейчас здесь, монтирую, обрабатываю 8K ролики, вопросов никаких. Отличная штуковина, и эта штука меня спасла. Потому что покупать еще G-Skill'ы, ну, это в два раза дороже. Поэтому им можно доверять, советую. Ну что, друзья, на этом у нас сегодня все с рум-туром. Я был рад вам его показать. Могу и детально. Если вам будет интересно, пишите в комментарии. Ну и, конечно же, вас ожидает в ближайшее время очень много новых обзоров. Обзор на свет, обзор на объектив, обзор на новую вот эту вот Xperia, обзор на наушники еще, мышки, клавиатуры. Очень много всего. Просто я один не тащу, еще и существует у меня работа. Поэтому, друзья, поддерживайте лайками, комментариями, конечно же, помогайте мне. Потому что, ну, мой канал все за мои деньги, за мой счет. И, как вы видите, я сегодня вам продемонстрирую, что все, чем я пользуюсь, и покупаю, и обозреваю, оно у меня в комнате. И поэтому все за свой счет. Поэтому, друзья, был рад сегодня с вами пообщаться. И с Женьком тоже пиратом. Ну, Женек, слушай, у меня все-таки другие сейчас будут планы. Поэтому прости, Женя. Я тебе скину деньги, как найду за работу. Ну, и все такое. А вам, друзья, всем пока. Буду скучать. До новых роликов. Ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok